Я криминальный журналист. За годы работы я накопил несколько тетрадей записок. Особо мне дороги тетрадки о сотрудниках уголовного розыска советского периода. Я не идеализирую это время и этих людей. Во все времена работа в УГРУ оставалась грязной, тяжелой и невероятно опасной. И пока есть возможность, я буду рассказывать об этих сыщиках только правду. В моих журналистских записках много загадочных, даже мистических преступлений. Но есть одно дело, о котором даже сегодня, спустя 30 лет, вспоминают с ужасом. Молодая мать вышла в булочную. Дома ее остается ждать маленький сынишка. Больше свою маму он никогда не увидит. Другая женщина на автобусной остановке. Транспорта все нет. Наконец она решается пойти домой пешком и бесследно исчезает. Веселая школьница бежит порадовать маму отметками. Через сутки ее дневник с пятерками найдут недалеко от дома. Сама девочка буквально растворится в воздухе. Что же произошло с этими людьми? Почему так долго не удавалось разгадать дьявольскую головоломку? Ответить на эти вопросы смогли только профессионалы. Именно они будут сегодня героями моего очередного детектива. Исса Костоев. Следователь по особо важным делам. На счету у вожняка десятки раскрытых убийств. Именно он на закате СССР разоблачил кровавого Чикатило. Валерия Скорошевская. Пришла в милицию юной девушкой. Обладает стальными нервами и своенравным характером. Виктор Лосев. Начал работать в прокуратуре в конце 70-х. Сегодняшнее дело стало для него боевым крещением. 78-й год. Мир лихорадит. В Афганистане революция, в Израиле теракты, в Африке война. В космос выводят первую в истории человечества орбитальную обсерваторию. В СССР по желаниям трудящихся поднимают цены на бензин, кофе, шоколад и золото. Генсек Леонид Брежнев получает одну из высших наград страны – Орден Победы. В обществе это воспринято неоднозначно. Наша история началась именно в 78-м. Не в шумной Москве, а в более тихом Смоленске. Итак, 1978 год. Смоленск. В милиции страшный ажиотаж. Почти каждый день приходят люди и пишут заявления о пропаже родных. Сестра, дочка, мама, бабушка, даже невеста. Владимир Авакумов, в то время старший инспектор Смоленского УГРО, хорошо помнит ту безысходность. Вот просто такое ожесточение было у нас, у всех. Ну, до каких пор, до каких пор. И бессилие. Вот это бессилие защитить людей. Спустя некоторое время в окрестностях Смоленска стали находить тела. На свалках, в оврагах, пустырях и болотах. Это были пропавшие ранее женщины. Виктор Лосев, следователь прокуратуры Смоленска, был одним из первых на месте преступления. Она на месте происшествия была абсолютно голая. Лежала в ложбинке оврага. И как нам потом стало известно, звонил какой-то гражданин, который выгуливал собаку и обнаружил труп. Одежды поблизости не нашли. Виктор Лосев приказал расширить зону поиска. На помощь прибыли кинологи с собаками. В кустах у автотрассы обнаружили вещи погибшей. Платье, туфли, распотрошенная сумочка. Родственники рассказали, на женщине были золотые украшения. Цепочка, серьги, старинный перстень. Наследство бабушки. Значит, ограбление? Но вскоре пришли результаты экспертизы. Женщина была сначала задушена, а потом изнасилована. Было понятно, что здесь что-то необычное. Потому что до этого таких преступлений у нас не было. Тем временем мертвые тела продолжают находить. И во всех случаях погибшие были задушены, изнасилованы и ограблены. Сыщики выдвигают первую версию. Маньяк-одиночка. Маньяк. В советское время это слово табу. Мне, тогда еще начинающему журналисту, так и объясняли. В СССР маньяков нет и быть не может. Но это была откровенная ложь. Даже бабушки шептались об убийце по прозвищу Мосгаз. Владимир Ионесян. Приходил под видом проверки газовых плит. Убивал. Грабил. Дело дошло до самого Хрущева. По слухам, глава государства, увидев подонка, сказал, чтобы через две недели его не было. Мосгаз был незамедлительно расстрелян. Версия маньяки кажется самой простой и правильной. Но появляется и другая. Убийство совершает религиозный фанатик. Вот лишь один пример. В конце 60-х прогремело дело Скопцов. Сразу в нескольких областях находили тела с отрезанными половыми органами. Среди них были даже дети. Выяснилось, орудовала кровавая секта. Тем временем слухи о кошмарных убийствах женщин молниеносно распространились. Люди боятся ходить на работу в ночную смену. Боятся возвращаться со второй смены. Паника была приличная, надо сказать. Приличная. Страх опутывает Смоленск. Невероятно. Но прекратить работу грозят сразу на нескольких предприятиях. Среди них секретный авиазавод по выпуску самолетов Як-40. На головы местных сыщиков обрушивается гнев из Кремля. Первый секретарь обкома партии пожаловался Брежневу. Брежневу дал команду найти, изобличить и доложить. В то время следователь по особо важным делам прокуратуры РСФСР Иса Костоев даже не предполагал. Поставить точку в кошмарной истории доведется именно ему. В Смоленске эксперты, исследуя тела, находят первую зацепку. У нападавшего четвертая группа крови. 5% населения только имеет такую группу, поэтому это уже была серьезная такая улика. Донор. В советское время это звание было почетным. Я и сам как-то сдавал кровь. Тогда за это получали шоколадку, талон на обед и отгул. Был у меня сосед, Дмитрий Борисович. Донор, но не совсем обычный. Ему часто звонили из больниц, и он мчался туда сдавать кровь. В обмен безвозмездно пользовался государственной квартирой и даже машиной. Сегодня это выглядит странно, но тогда некоторые посвящали донорству всю жизнь. Казалось, ну вот же. Редкая группа крови. Нужно проверить больницы и поликлиники, поднять медкарты и установить круг подозреваемых. Что может быть проще? Однако только в Смоленске людей с четвертой группой несколько тысяч. Тем временем в городе произошло очередное преступление. Кто-то напал на пожилую женщину. В то время старший инспектор Валерия Скорошевская хорошо помнит те события. У нее с собой, там в сумке, в сетке, были две бутылки молока. И пока он ее там душил, она исхитрилась, и бабахнула его бутылкой по голове, и он убежал. Преступнику удалось скрыться. Но у сыщиков появился фоторобот. Однако можно ли ему доверять? Следующее нападение показало, что нет. Кто-то хотел убить десятиклассницу. И вот по этим травмальным путям она шла домой. Наверное. И вот он на нее напал. Девочка спаслась. И с ее помощью вновь составили фоторобот. Удивлению сыщиков не было предела. Они были совершенно разные. Одни какого-то худенького такого заморыша рисовали. Другие какого-то неимоверного, страшного. Значит, убийц в городе несколько? Значит, банда? Или того хуже? Секта изуверов? Подозрения имели под собой основание. Было известно, убийца душит. Но иногда почему-то почерк становится абсолютно другим. Виктор Лосев одним из первых обратил на это внимание. В отношении некоторых женщин применял холодное оружие. То есть он их просто убивал. Поэтому это и вносило некоторую сумятицу. Лосев обратился к психиатрам. Специалисты пришли к однозначному выводу. Убийца один и тот же человек. И у него явные проблемы в сексуальной жизни. Прошел год. Следствие топталось на месте. И вдруг в милиции раздался звонок. Жених. Неинтересно сексом заниматься. Или убийца. Его осудили за убийство. Вот собственность ожидается. Подозрительное авто. Запорожцев тогда подтеребили всех. И беспечные девушки. Наших девушек ничем не напугаешь. Звонила некая гражданка Нильская. Дама сообщила дежурному. Маньяк, о котором шумит весь город, ее сосед Поляков. На днях Нильская копала в огороде картошку. И вдруг... Встает и видит. Из кустов выходит Поляков и держит в руках нож. А вскоре неподалеку нашли очередной труп. Убитой оказалась невеста Полякова. Помните забавный стишок эпохи застоя? Водка стала 6,8. Все равно мы пить не бросим. Передайте Ильичу. Нам и 10 по плечу. В СССР пьянство постоянно объявляли бой. Впрочем, без особого успеха. Пили все. В студенческих общагах, на заводах и фабриках. Да. Любители алкоголя всегда найдут в себе оправдание. Иногда абсурдное и нелепое. Задержанный Поляков тоже любил зеленого змея. И любовь эта была взаимной и нескончаемой. Жениха берут под арест. А он, выражаясь по-простому, лыка не вяжет. Прямо в камере у него берут необходимые анализы. Удача! Четвертая группа крови. Точно такая, как у таинственного насильника и убийцы. Но проспавшийся Поляков в полной несознанке. А затем неожиданно начинает давать показания. Оказывается, в тот роковой день он решил жениться. Поставьте подпись вот тут и тут. А где свидетели? И, наконец, то самое торжественное. Объявляю вас мужем и женой. Так в СССР рождалась новая ячейка общества. Абрекция зачитания правовой регистратор. Красная Санкт-Петербург. Уважаемый Александр Александрович, Евгений Александрович. Прошу, берите жениха. Да. Но что удивительно, разрушить крепкую советскую семью было не так-то просто. Один мой друг в те времена как-то подал на развод. Полюбил другую. Ну, с кем не бывает. Но жена принялась писать. В портком, местком, правком и даже товарищеский суд. Дескать, примите меры, не делайте детей сиротами. Пропесочьте его хорошенько. И пропесочили. Студили, угрожали, убеждали. Развод не состоялся. И все-таки бросаться на невесту с ножом? Убить невесту? Зачем? Поляков рассказал, за час до свадьбы он узнал от невесты страшную правду. И вдруг она ему заявляет. Ты знаешь, что мне с тобой, вот, половой жизни очень неинтересно сексом заниматься. Вот такой-то там назвали какого-то. Вот он, вот с ним неприятнее, чем с тобой. В голове помутилось. Он схватил нож. Старший инспектор Владимир Авакумов вспоминает. Поляков подписывал все, что ему давали. А затем вообще заявил. Маньяка ищите? Так это я. Стреляйте. Правда, где и как убивал женщин, не помнил. Прямых улик нет. Но и внятного алиби у него тоже нет. Мнения разделились. Одни считают, Поляков тот самый маньяк. Другие – он невиновен. Но есть же чистосердечное признание. Дело направляется в суд. Там посчитали, что он не причастен к остальным убийствам, потому что он не подходил никуда. И его осудили за убийство от собственной сожительницы. Полякову дали 9 лет. А жители Смоленска недоумевали. Почему так мало? Значит, поймали не того? Шло время. Новых нападений не было. Казалось, историю смоленского маньяка можно уже списывать в архив. Если верить газетам того времени, преступность в СССР неуклонно снижается. Собственно, так и должно быть. Страна строит коммунизм. На первый взгляд все было верно. Вспомните, мы оставляли ключи от квартиры под ковриком, отпускали детей гулять допоздна и не боялись, что может случиться нечто ужасное. В Советском Союзе мы стараемся сделать все, чтобы годы детства были здоровыми и счастливыми. Однако мои друзья из МВД уже тогда говорили, в стране орудуют такие убийцы, о которых запрещено даже говорить. Тем временем в Смоленске в районе полиграф-комбината опять убийство. Владимир Авакумов был в составе опергруппы, которая прибыла на место преступления. Снова обнаженная женщина, разбросанные вещи. Я тогда лично косу взял, выкосил эту всю речку, прокосил. Там крова была выше человеческого роста. Я нашел и зонтик ее, и бетончик ее нашел. Однако на этот раз при опросе свидетелей выяснилась интересная деталь. Неподалеку от места преступления накануне видели автомобиль. Запорожец. Запорожец засветился. Запорожец тогда подтеребили всех. В советское время Запорожец машина сверхпопулярная. По сравнению с другими, стоит относительно недорого. Чуть больше трех тысяч. За комический внешний вид и простоту автомобиль стал поводом для целой серии анекдотов. В основном про Мерседес и Запорожец. Итак, Запорожец. Его неподалеку от места преступления видели несколько человек. Но никто не запомнил номера. Такую размытую ориентировку пришлось отправлять в ГАИ. В то время младший инспектор Михаил Романчук вспоминает. Работать приходилось по 16 часов в сутки. Без выходных и перерывов на обед. По городу, когда патрулировали, смотришь, видишь, что там предстает девушкам, проследишь за ним, доведешься либо до дома, либо где он остановится. Сотни номеров подозрительных автомашин, адресов, примет. А тут еще по рации передают. Только что исчезла девушка. Наших девушек ничем не напугаешь. Хоть есть маньяки, ходят толком, будут ходить. Жизнь, она везде продолжается. К утру по рации передают. Отбой. Девушка просто загуляла, встречалась с парнем. А между тем нападения продолжались. Оставался один выход. В Смоленске начинается ловля на живца. План прост. На улицах и парках появляются переодетые в девушек сотрудники уголовного розыска. Подсадные утки. Их задача спровоцировать нападение. Парней тщательно гримируют. У каждого свой имидж. Сексапильная блондинка, развязанная брюнетка и стеснительная шатенка. Была ужасно секретная операция. Мальчиков этих переодели всех. И даже мы не знали. Мы уже лазили по ночам по городу. А эти мальчики уже ходили. Парни в женских одеждах прохаживались по городу. Неподалеку постоянно находились группы задержания. Но маньяк никак себя не проявлял. Но однажды к подсадной утке по имени Олег подсел мужчина. Неужели маньяк клюнул? Незнакомец рассыпался в комплиментах. Олег молчит. Мужчина приглашает поехать в гости. Олег молчит. Наконец, приняв молчание за согласие, неизвестный начинает откровенно домогаться. Переодетый сотрудник розыска терпит вольности. Главное, не вспугнуть убийцу. Но тут происходит непредвиденное. Мужчина в порыве страсти рвет бутафорский лифчик. Такую наглость Олег, уже вошедший в образ женщины, стерпеть не смог. И тут Олежка басом на него. Катина, ты мне лифчик порвал. Ну, тот кинулся бежать. Мужчину догнали и скрутили. Однако группа крови у задержанного оказалась первая, а у маньяка четвертая. Над этой историей, вспоминает Валерия Скорышевская, тогда немало посмеялись. Но вскоре смоленским сыщикам стало не до смеха. В Москве в кабинете следователя по особо важным делам Иссы Костоева раздался звонок. На связи генеральный прокурор СССР Александр Рикунков. Эрудированный, требовательный, но справедливый. Таким Рикунков запомнился коллегам. Генеральный без лишних слов приказал выехать в Смоленск. Самый тяжелый для меня период в моей жизни, за месяц до этого у меня родились два сына, близнецы. Я должен был ехать в отпуск, помогать там дома, по хозяйству. Но спорить с генеральным было бесполезно. А в Смоленске ловля на живца продолжалась. Для убедительности на улицы вышли уже настоящие девушки. В том числе и Валерия Скорошевская. За ней по пятам незаметно следует сотрудник прикрытия. Володя Бруйев за мной ходил. Я уже знала его шаги, что он идет сзади, потому что больше там не на что особо внимания обращать. Тишина ночи. Но однажды послышались другие, незнакомые шаги. Скорошевскую начинает кто-то преследовать. Как быть? Что, если убийца настигнет ее раньше, чем подоспеет подмога? А он так потихонечку меня вроде нагоняет. Ну, и я так посмотрела и увидела брюки. Коричневые брюки и с отворотами. Шаги убийцы приближались. Еще немного и... В этот момент вспыхнул яркий свет. Фары. У одного из группы прикрытия сдали нервы. Убийца бросился бежать. Мы за ним, с Володой. Ну, у него одна дорога, у нас тысяча. Он проскакивает между двумя домами и убежал. Район прочесали вдоль и поперек. Однако убийца как будто в воду камни. Валерия Скорошевская помнит, как пришла в свой кабинет и в изнеможении опустилась на стул. И вдруг зазвонил телефон. Только что в Смоленске в районе Чертовы Рва задержан мужчина, некто Кротов. Он пытался изнасиловать женщину. Неужели тот самый нелюдь? При обыске у Кротова обнаружили шило. На нем следы крови. А ведь нечто подобное уже проскальзывало в отчетах. На тех трупах, которые были обнаружены зимой, были ссадины в виде уколов. Тогда на эту странность мало кто обратил внимание. Но теперь совпадение. Кротова начинают допрашивать. Но тот твердит, я никого не насиловал и не убивал. Я слоноводитель в цирке. Слоноводитель? Что это значит? Оказывается, Кротов работает в цирке. Шило его рабочий инструмент. Им слона слегка покалывают, указывая на арене нужное направление. А затем выясняется. Потерпевшая любовница Кротова. В ту ночь они повздорили, и девушка решила его напугать. Крикнула, помогите, насилуют. Но как же странное шило. Ведь у некоторых погибших действительно были следы будто бы от уколов. И только потом эксперты наши, судмедэксперты, я имею ввиду, сообразили, что это следы от снега, от наста, от льдинок, царапины. Тем временем в Смоленске готовится встретить важного гостя из Москвы. Маньяк, убийца, прокурор? А, вот почему мы не можем никаких следов найти? Охота на зверя. Не волнуйся, шестой не будет. И зверь на охоте. Я ему сказала, только не убивай. Следователь по особо важным делам Исса Костоев прибыл в Смоленск в начале марта 81-го. На первом же совещании послышался ропот. Они восприняли мой приезд как личное оскорбление и были определенные трения. но я сказал, что не я выбираю. Но решение генерального прокурора никто не посмел оспорить. Костоев получил полную свободу действий. Опытный важняк решил начать все сначала. Затребовал нераскрытые дела и закрылся на несколько дней в кабинете. Что же известно о смоленском маньяке? Четвертая группа крови. Мужчина молодой. Жертвы раздевает, одежду выбрасывает. Костоев чертит схему. Нападения совершены в Смоленске и области. Ясно, что преступник использует автотранспорт. Была версия, что запорожец. Но Костоев обращает внимание на показания свидетелей, которые видели неподалеку в том числе и грузовые автомобили. Костоева осенило. Ну конечно. А что если маньяк шофер? Постоянно в разъездах по накладным. Любой пост ГАИ посмотрит путевку и отпустит. Кому в голову придет проверить настоящий маршрут? Выехал, убил, вернулся на шоссе и снова, как ни в чем не бывало, поехал дальше. Эта версия казалась все более вероятной. Своей догадкой Костоев поделился с одним исследователем. Но услышал, а зачем кого-то ловить? Накануне вашего приезда преступник был пойман. Это целый прокурор. Ему предъявлено обвинение, как сегодня помню, сказать, 26 признаков того, что это совершил он. Фамилия прокурора Гончаров задержан буквально по горячим следам. Ехал на автомобиле, остановился напротив двух девушек. Приказал немедленно сесть в машину, иначе плохо будет. Он, будучи прокурором района, считал, что это не район, который он должен охранять и защищать, а это его барская водчина. Одна из девушек от страха села в прокурорскую машину. Вторая заупрямилась, грозила вызвать милицию. Прокурор рассмеялся. Он произнес для второй фразу «Не волнуйся, шестой не будет». То есть на тот момент, значит, было пять трупов. Шестой не будет. Девушка тут же вспомнила все истории о смоленском маньяке. Она бросилась к телефону автомату, набрала 02 и назвала номер зловещего автомобиля. Вскоре выяснилось, у горя прокурора четвертая группа крови. Фатальное совпадение. Ну, а тут сидит огромная армия сыщиков. А кто он такой? А прокурор? А, вот, почему мы не можем никаких следов найти? За Гончарова взялись крепко. Еще бы, вспоминает Костоев, какой подозреваемый. Маньяк-прокурор. За раскрытие такого дела можно и орден получить. Костоев побывал на допросах Гончарова. А затем приказал собрать следственную группу. Сказал, вот, кто из вас верит в то, что это преступление завершил Гончаров? я говорю, что я вас из состава бригады вывожу. И снова ропот. Но важняк Костоева уже дает новые указания. Проверить водителей, поднять путевые листы, опросить сотрудников ГАИ. Сам Костоев составляет альбом. В нем описание и рисунки всех похищенных у жертв золотых изделий. С этим альбомом сыщики опрашивают торговцев на рынке скупщиков краденого. Причем я гарантировал, что кто купил эти вещи, будет полностью возмещен ущерб, лишь бы только они нам могли сказать, кто им продал. Однако, что за злой урок, ничего нового не удается узнать. Маньяк как будто подчуял, что вокруг него сжимается кольцо и залег на дно. Нападения прекратились. В тот вечер Надежда Корнева возвращалась домой в деревню. От автобусной остановки, где сошла женщина, до дома всего-то пара километров. У нас карьер там, земляники собрала, земляника было много. А вот и нужная тропинка прямо домой. Женщина прошла совсем немного и вдруг за спиной хрустнула ветка. Надежда обернулась. На тропинке стоял молодой парень. Стало мне как-то не по себе. Я быстрее, быстрее стала набирать ход. И он за мной быстрее. Этот день женщина до сих пор не может вспоминать без ужаса. ШИТОР А он меня сжал за горло и стал давить. Я обернулась уже и что-то я ему сказала только не убивай. Типа того, да. От нехватки кислорода Надежда потеряла сознание. Очнулась на болоте. Все тело болит. К горлу от Тины подступает тошнота. Еле-еле Надежда Корнева дошла домой. Родители были в ужасе увидев свою дочь в грязи и разорванном платье. Отец на велосипед тогда еще он не старый был и ружье это схватил и поехал искать его. А где его найдешь? Его исслед просты. Надежда была в шоке. Даже толком не могла описать насильника. Пришлось использовать психологический ход. За ней была закреплена очень талантливая следователь следственной бригады из Белоруссии Атаманова Зинаида. Женщина женщине скорее доверится. Особенно если речь идет о насилии. Зинаида Атаманова не стала допрашивать, а просто пригласила поговорить по душам. Все я ей сказала как со мной случилось. И она начала мне показывать альбомы. Вот эти фотографии судимых. Ангел и Барс. Я посмотрела и говорю это он. Отличный работник, примерный семьянин, дружинник. Люди из которых просто жарко крови. Тайник под матрасом и братья-бандиты. Мне стыдно. Стыдно за то, что я его брат. Надежда Корнева просматривала фотографии уголовников, но никого не узнавала. Неожиданно следователь Атаманова задает вопрос а не было ли у преступника особых примет? Родинки или, например, татуировки? Надежда Корнева вздрогнула. Да, были наколки. Ангел и какой-то зверь. Кажется, Барс. Сегодня татуировками никого не удивишь. В советское время подобная роспись на теле не поощрялась. Считалось татуировки наносят себе лишь уголовники. И действительно, тату своеобразный тайный язык. Профиль Ленина означал вор, надпись Бог расшифровывается как был осужден государством, купола, количество ходок. А однажды довелось мне пообщаться с одним рецидивистом с татуировкой Кот, коренной обитатель тюрьмы. Костоеву понятно, Барс и Ангел знаки бывалого уголовника. Потерпевшие показывают другой альбом с особо опасными рецидивистами. И в конце альбома там где-то там маленькая фотография его, ну такая, как на пропуск, так и раньше такие вот делали. Малюсенькие, но сейчас делали. И я посмотрела и говорю, это он. Некто Владимир Староженко дважды судим, работает водителем. Запросили медкарту, четвертая группа крови. Все сходится. Но все-таки, да, сидел, но сейчас ведь он отличный работник, примерный семьянин, не пьет, не курит, общественный инспектор ГАИ, дружинник. Может, снова ошибка? Но Костоев чувствует, ошибки нет. Маньяка нужно брать. Староженко задержали после работы и сразу закрыли в отдельной камере. Я знаю, что его как только привезли, ни один человек к нему не имел никакого доступа, ни один следователь, ни один оперативник. В его доме провели обыск, все чисто. И тут Валерия Скорошевская обращает внимание на кровать. На ней лежит парализованная мать Староженко. А ведь это единственное место, которое еще не осмотрели. Я просто потребовала, чтобы мать переложили, что я хочу осмотреть кровать. Ну, отец там начал возмущаться по поводу того, что я бессердечный человек и так далее, тому подобное. Ну, в общем, мать перенесли. Под матрасом обнаружили слитки золота. Это были переплавленные украшения убитых женщин. Это Сергей, родной брат маньяка. Даже по прошествии многих лет он не в состоянии смотреть людям прямо в глаза. я просто вот эту боль, эту боль я через свою жизнь пронес. Мне стыдно. Стыдно за то, что я его брат. Мне стыдно, что я эту фамилию носил. Мне стыдно перед людьми. Действительно, честно, перед Богом клянусь, мне стыдно. Сергей уверяет, о кровавых похождениях брата даже не догадывался. Честно сказать, душа умерла после всех этих событий. Просто душа умерла. Больше я не знаю, как это все объяснить. Мне жалко людей, которые пострадали. Собранные против Владимира Стороженко улики были неоспоримы. Но маньяк упорно молчит. И тогда в кабинет заводят Надежду Корневу. Убийца не знает. Его последняя жертва осталась в живых. Увидев Корневу, Стороженко сник. Отпираться бессмысленно. Кровожадный монстр признается в 13 убийствах. Он родился в неблагополучной семье. В детстве его часто били и унижали. Мальчик, озлобившись на весь мир, рос беспринципным и циничным. Однажды во время спора Стороженко выстрелил из обрезов своего друга и получил первый срок. Отсидел, вышел на свободу, но ненадолго. Через пару лет Стороженко снова угодил за решетку. На этот раз он жестоко избил и изнасиловал знакомую девушку. Мне так больше кажется, что в общем-то у него просто с головой не сильно было в порядке и вот люди есть, которые просто жажда крови. Годы, проведенные в тюрьме, научили Стороженко хитрости. Он мечтал, что однажды совершит нечто такое, от чего у всех волосы встанут дыбом. И ни милиция, ни прокуратура никогда его не поймают. После ареста подлинного маньяка с районного прокурора Гончарова сняли все обвинения. Но жизнь человека была сломана. На прежнюю работу он уже не вернулся. Что же касается Владимира Стороженко, то его приговорили к смертной казни. Убийца 13-ти женщин был абсолютно уверен. Его не расстреляют. Почему? Эту тайну он унес в могиле. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова